Всем привет, народ! Канал Покашеварим, сегодня мы в легендарном месте. Вообще в Москве легендарные места считаются... Тебя сейчас задает машина, Дим, но это не точно. Короче, под легендарностью я что понимаю? Это те места, которые остались с советских времен. И одно такое место мы уже с вами посещали, это Чебуречная на Сухаревке, Чебуречная Дружба. Какие там были ощущения? Там были ощущения, что в принципе чуть-чуть преувеличена вот эта вот пафосность места, как бы, да? Ну, потому что чебуреки были какие-то вымокшие, что-то там как-то, ну... Да, дешево. Как факт в том, что это было дешево. И вот сегодня второе место это Чебуреки под брендом Чебуреки. Они находятся на ВДНХ, улица Ярославская, 9Б. Это место осталось с древних времен, и тут очень хорошие отзывы. То есть мы смотрели на Гугле, люди пишут просто кайф, короче. Мы пойдем проверить, хотя про Дружбу также писали, но там впечатлений было не особо много. Пойдем посмотрим. На самом деле бренд есть у этого места, точнее, организация ООО «Ника Век-21». Вот так это называется. С 8 до 21 часа они работают. Жахнем чебуречков. Здравствуйте. Два с собой и тархун. То же самое, 155. Дай 5 рублей, если есть. Нету. Не звеню. 60 рублей стоит Чебурек. Здесь, да. С собой дайте. Да. Да. Турахлая водичка из дополнительного ассортимента. То есть есть чебурек, напитки. А, все, да? О, спасибо большое. Вот в таком виде. Что у нас тут подают? Стакан разовый. Топелка. А, тарелка, блин, топелка. Пакет-майочка. Ну и все, в принципе. Пакет-майочка. Короче, какого-либо ассортимента чебуреков, вот как в чебуречной СССР, то есть там с сыром, с грибами, с картошкой, такого нет, да? Здесь есть просто чебурек. Просто чебурек с мясом ровно так же, как и в чебуречной Дружбе. Дружба на Сухаревке. Вот в таком виде дается чебурек. Слушай, здесь он гораздо менее вымокший, чем в Дружбе. 60 рублей. Размер его небольшой. То есть в чебуречной СССР они были побольше, конечно, чебуреки. Давай мы один от души разорвем. О, смотри, слушай. Ну, здесь я скажу, по сравнению с Дружбой и фарш-то как-то повеселее. То есть он какой-то имеет структуру, посмотри, сочность, да? Мне тут больше нравится. Давай попробуем это чудо. Ну, ваше здоровье, ребята. Легенда пошла в рот. Вы не поверите, но я на Воденхам жил 5 лет на улице Касаткина. И кучу раз проезжал мимо этого места и не знал, что здесь есть легендарное чебуречное. Сейчас расскажу. А я не знаю, что сказать. Нормальный чебурек. Дима кивает, говорит, типа, а мне сказать нечего. Тесто прикольное. Тесто хрустящее у этого чебурека. 60 рублей он абсолютно точно стоит. И он вкуснее, чем в Дружбе. То есть в Дружбе они готовили заранее, и они друг на друге лежали и вымокали. Вот. Здесь такого нет ощущения. То есть хрустящий чебурек. Это клево. Начинки много. Говядина, свинина явно. Конечно, чебурек должен быть с говядиной как-то по-моему оттен. Потому что это изначально все-таки от мусульман это блюдо пришло, да? Но у нас русифицированная версия чебуреков это неплохо, нехорошо, как факт. Фарш сочный, но немного такой, знаешь, он переперченный, что ли. То есть он прямо чувствуется перец. Мне нравится перец. Короче, годнота. Лучше дружбы однозначно. Короче, ребят, очень местечко, очень даже годное. Для меня неожиданно, что здесь они вкусные и отличаются от дружбы. То есть я ожидал, что эти чебуреки будут такие же вымокшие. А они не такие же вымокшие, они хрустящие, вкусные. Короче, сюда заезжать весьма можно. Извиняемся. В общем, все. Запоминайте, ребята. Хорошее место найдено. Ярославская улица 9Б. От метро хрен знает как. Ну, хотя нет, кстати. От ВДНХ в принципе идти тут, наверное, минут 5. Мне правда понравилось. Вы не думаете, что таким местам нужна реклама, и они там типа проплачивают блогеров, а они вообще не знают, что это такое, мне кажется. Вот. И таким местам реклама не нужна. То есть тут очередь. Просто вот смотри. Час дня, но обед. Но очередь стоит. То есть люди приехали за чебуреками за 60 рублей. За чебуреками, которые вкуснее, чем чебуреки за 60 рублей в чебуречной дружбу. Запоминайте адрес. Нормально. Я прошел 30 минут вот со своего депо. Ага. Только для того, чтобы покушать тут чебурек. Ну, чёткие. Хорошие. Вообще просто. Не, вот есть тоже такой же мест. Их три вообще в Москве, советские. Есть Дружба на Сухаревке. Вы тоже слышали. Ну, я слышал, но я там... Блин, ну там вообще там... То есть они лежат, они вымокают. Ну, они дают тебе, они уже все-таки мокрые, не хрустяй. Тут вообще нормально. Хрустяще. Тут конвейер просто. Шлёп, шлёп, шлёп. Огонь вообще. Хорошее место. Возвращение в СССР. Возвращение в СССР. Ладно. Всего доброго. Удачи вам, всего доброго. Парень говорит, специально приехал, он работает на поезде, то ли машинист, то ли начальник. Приехал специально, оставил поезд в депо и приехал сюда за чебуреками. Ну, это говорит о многом. Нет, хотя не всегда популярность, она обоснована качеством, как бы, да. Но вот здесь, пожалуй, всё-таки, да. Сюда стоит прийти, чтобы попробовать чебуреки. Опять-таки, в чебуречной СССР, которую я люблю, мне там очень нравятся чебуреки, но они дороже. Там качество будет не хуже. Там тоже будет нормальный, годный, вкусный чебурек. Но здесь дешевле. И место аутентичное. А, оценки. Давай выставим оценки. Зашибись. Пока Дима смотрел критерии, какие у нас, я чебурек решил второй сесть. Цена? Вкус качества, персонал, да? Да. Короче, цена опять. Вкус качества. Давай 4,5 поставим. И персонал, да никаких вопросов. Нам никто ничего не запрещал, нам никто не мешал. Ну, потому что нас не видели, мы снимали из-под полы. Видели еще комфорт, скорость. Че еще? Комфорт и скорость. А, давай комфорт и скорость тоже, да. Прям сочненько, вообще нормально. Комфорт 0. Не, ладно, 1 поставим. Просто потому что много людей, то есть спрос большой. Поэтому комфорт... Чем больше спрос, тем меньше комфорт. В общем, это закономерные вещи. И скорость 5. Такое вот место. Чебуречное. Чебуречное, чебуречное. Заходите. Причем, Дим, подожди, досними меня еще чуть. Я хочу сказать, что... Здесь есть желание, да и есть тесто. Само тесто очень вкусное. И реально хорошо делают. Крышка. АВ chapter 4. Крышка. Причем, Дим... Такое. Причем, Дим. Идите. Крышка. Да.